Символы праздника. Символами Дня Победы принято считать цифру 9 – гвоздику. Флористы считают гвоздику мужским цветком. Это символ храбрости, отваги, победы. Во многих дохристианских культурах гвоздика была мужским цветком оберегом Тюлхан. Цветок символизирует гордость и счастье, славу, салют. Первый победный салют из 30 залпов был дан вечером 9 мая 1945 года. С тех пор традиция проведения салюта в честь Дня Победы остается неизменной пятиконечную красную звезду – геральдический символ советской армии. Для открыток часто используют изображения звезды в золотых тонах – голубя, птицу, несущую на своих крыльях мир тематические. Изображения, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны – песню «День Победы», письма «Треугольники», «Вечный огонь». Современный символ – георгиевскую ленточку «Как сделать гвоздику» для поздравительной открытки. Открытка с букета малых гвоздик и словами благодарности надолго согреет сердце вашего адресата. Ниже представлены два варианта создания. Бумажный гвоздик и вариант решетка. Один необходимые материалы – трехслойная салфетка красного цвета ножницы и нитки. Возьмите салфетку и аккуратно оторвите тонкие полоски до 5 мм. С каждого края по периметру салфетки полученный квадрат с лохматыми краями сложите пополам и проделайте сгиб. Разорвите квадрат на две части по линии сгиба. У вас должно получиться 8 одинаковых прямоугольника. Сложите каждый прямоугольник гармошкой. Закрепите по центру любым доступным способом – с помощью нитки, проволоки или бумажной полоски. Аккуратно расслаивайте каждый слой салфетки, поднимая образовывающиеся лепестки вверх, формируя цветок вариант решетка. Два необходимые материалы – гофрированная, креповая или цветная, двухсторонняя бумага для цветка, предпочтительно красных оттенков. Зеленая цветная бумага для стебля и листиков, плотный цветной картон для фоноклей или степлер, обычные или фигурные. Ножницы, как сделать, вырежьте из бумаги круги. Диаметр круга зависит от размера открытки и может варьироваться. Если вы используете цветную бумагу, вам понадобится 3-4 кружочка, гофрированную бумагу, 5-6 кружков от количества кружочков и плотности бумаги. Зависит пышность готового цветка. Капните каплю клея в центр одного из бумажных кружков. Наложите на него следующий круг. Слегка прижмите, склеивая. Подобным образом склейте все кружки. А можно пойти более простым путем и скрепить кружочки с помощью обычного канцелярского степля. Расклеенную стопочку сложите пополам. У вас получится полукруг. Полукруг сложите пополам еще раз. Делайте с помощью острых ножниц разрезы. Направление разрезов от края к центру разверните заготовку. Так вы получите распущенный цветок. Вы получите полураспустившийся бутон. Если оставите заготовку сложенной, вырежьте из зеленой бумаги стебелек с чашечкой и листиком. Разложите стебелек и цветок на листе основе. Создав желаемую композицию, приклейте детали к листу основе. Аккуратно распушите бумажные лепестки, формируя головку цветка. Ваша гвоздика готова. Так можно создать букет из трех-пяти цветов открытки ветеранам на 9 мая детские своими руками. Сделать замечательную открытку, используя бумажные гвоздики и несколько дополнительных элементов, например, георгиевскую ленточку, достаточно просто. Но выглядит такая открытка очень праздничной и торжественно, как сделать тюльпанов техники оригами для поздравительной открытки на 9 мая. Шаг 1. Сделайте базовую модель оригами и треугольник. Ориентируйтесь на схему и пояснение на рисунке шаг 2. Приступайте к складыванию бутона шаг 3. Сформируйте лепестки будущего тюльпана шаг 4. Оформление готового цветка в технике оригами в качестве стебелька можно использовать трубочки для коктейля зеленого цвета. Листья растения можно сделать из зеленой бумаги. Объемные открытки на 9 мая. Открытка, сделанная своими руками, накапливает в себе энергетику своего творца и дарит множество приятных эмоций получателю как Сделайте объемную звезду для оформления поздравительной открытки. Шаблон. Распечатайте цветной или черно-белый шаблон. Вы можете распечатать чебо-вариант непосредственно на цветной бумаге, вырежьте звезду и аккуратно подавите линии сгиба острым кончиком зубочистки. Загните линии, ориентируясь на схему внизу открытки к 9 мая своими руками. Звезда. На фото внизу представлены примеры оформления открыток. Звезда. Открытка может сопровождаться поздравительным текстом. Например, такими поэтическими строками «В день Великий, в день Победы мы хотим вам пожелать больше счастья, больше смеха и поменьше воевать. Больше мира в доме вашем и, конечно, не болеть. Больше солнца, больше красок и душой не стареть». Как сделать голубы в технике оригами для оформления открытки «Голубь мира»? Пошаговая схема с объяснениями поможет вам создать элегантного бумажного голубя, который украсит как праздничную открытку, так и тематическую. Поделку открытки оригами на 9 мая «Голубь мира». Ниже представлены идеи оформления открытки оригами поделки на 9 мая «Открытка конверт к 9 мая». Пошаговая фотоинструкция поможет создать необычную открытку конверт «Открытка треугольник к 9 мая» своими руками. Письма треугольники также являются символами ушедшей войны. Сколько счастья и надежды они приносили. Как ждали их в каждом доме. Стилизованная под письмо треугольник «Открытка» станет символом того, что современное поколение помнит о подвигах героев-победителей. Пред тем, как приступить к созданию открытки, подумайте, что будет содержаться в вашем письме. Текст письма может состоять из поэтических строк, слов благодарности и так далее. Напишите текст лучше, если вы сделаете это собственноручно. И только потом приступайте к оформлению треугольника. Положите лист с написанным текстом заполненной стороной вверх и сложите один из углов листа пополам. Таким образом, текст окажется внутри сложенного листа. Сделайте двойной треугольник, сложив получившийся большой треугольник. Пополам заверните вверх нижние углы прямоугольной части письма. Подверните получившийся клин в треугольный карман. Украсьте письмо-треугольник декоративными элементами легкие открытки на 9 мая своими руками. Предложенный ниже вариант открытки очень легкий и очень символичный. Салют, созданный детскими руками, это не только дань памяти, но и незримая связь между поколениями один. Возьмите лист акварельной бумаги. С помощью обычной парафиновой свечи нанесите на листы линии и штрихи в произвольном порядке. Закрасьте лист разноцветной акварелью. Дайте акварели высохнуть 2. Обведите ладошку с раскрытыми пальчиками и вырежьте. Подготовьте фон основу синего цвета, вечернее небо и небольшие квадратики яркой разноцветной бумаги 3. Приклейте к основе разноцветную ладошку. Каждый из квадратиков сомните в цветной комочек 4. С помощью бумажных комочков сделайте огоньки салюта. Украсть открытку декоративными элементами открытка аппликация к 9 мая решетка-перешетка. Для открытки аппликации используются все вышеперечисленные тематические изображения открытки к 9 мая своими руками шаблона решетка-перешетка. Для создания открыток можно использовать элементы тематических раскрасок открытки на 9 мая своими руками скрапбукинг. Модное направление в рукоделии, скрапбукинг позволяет создать индивидуальные и очень красивые вещи. Немного фантазии, распечатанные фото или документы военных лет, несколько декоративных элементов и замечательная открытка готова. Видео в конце статьи подскажет не только секреты работы в технике скрапбукинг, но и несколько идей для создания маленького шедевра. Продолжение следует...